Владимир Семенович Короткевич Владимир Короткевич народился 26 листопада 1930 года у Орши. Ватька Семен Тимофеевич – бухгалтер, мать и Надея Васильевна – хатняя господиня. То именно допомагала Короткевичу в оформлении на французской мове. Владимир молод 6-х детей. У 6-х годов пише первые версии. После закончения 3-го класса у початку лета 1941-го Короткевич приезжает в Москву пагастевать до старейшей сестры Наталье. У гэтый час начинается великая ичинная война. До дома у Орши он не вертается, отрапляя у эвакуацию у Розанскую в область, потом на Урал. Роби спробы утячий на фронт. Праспелный час высветляется, что его батьки смогли эвакуироваться и живуть у города Чкалаве. В 1943-м годе, в осень, когда вызвали Киев, Володя Короткевич с семьей переехали до тетки в Киев. И не выпадково, что в этот час, в осень, администрированный о повести Владимира Короткевича «Дести каштанов». Это одна из наибольших автобиографических повестей Короткевича. В 1949-м, заканчивая среднюю школу и поступая на русское отделение филологичного факультета Киевского державного университета. Короткевич знайомится со шматликими выданиями, просвеченными национально вызволеншему повстанию Костуся Калиновского. Повстание 1863-64-го года – один из самых интересных этапов белорусской истории. В поводной семейного падания один из протков Короткевича, Тамаш Грыневич, удельничал им, за что бы у Растроляны у Рогачеве. В 1954-м годе Короткевич заканчивал университет, працуя наставником русской мовы и литературы у везца Лесовича Тарашанского района Киевской области. На этот час он шмат пишет, а лени друкуется, лез выращая выпадок. Молодый литератор досылает некоторые свои верши сябру в Минск, а то и без ведома аутара заносит их у редакцию Полумя. У липени 1955-го литературный часопис публикует верш Короткевича Машека. Падея становится пероломной. Владимир Кончаткова переключает увагу на литературную творчость, истотное место, у якого и займают творы историчные тематыки. У красавику 1957-го Короткевич отрымливает официйное признание у коллег. Он принятый у союз письменника у БССР. У 1958-му выходит первый сборник верши у Матшина душа. У Гэты сейчас он допрацовывает оповесть «Дикое полевание королястах». Серьезные задумы молодого письменника потребуют больших ведов. Во всех книгах был доследчиком, и это выявляется во всем. Например, если он писал про то, как берут яд у змей, то он сам ехал в Березинский заповедник, глядел, как доець змей люди, и сам спробовал это робить. У 60-е годы Короткевич створает романы «Колосы под сярпом твоем» «Христос приземлился у Гародни», пьесу «Кастусь Калиновский», оповесть «Зброя», легенду «Ладзя Роспачы». Короткевич Мат пише и для беларусского кинематографа. У 67-м годе по воду для его сценария сдымается фильм «Христос приземлился у Гародни». Тахачасная цензура личит, что у стушцы занадто великая увага надается змрочному сярднявечу, и фильм кладуть на полицу. Да глядат шоу, и он доходит только у 1989-м. Конец 70-х, початок 80-х становится для Владимира Короткевича часом признания в заслуг на державном узровне, а ле и тяжких життёвых нягод. У 80-м годе Короткевич узнагороджены орденом дружбы народов, а у особистым жития Владимир Короткевич не сестраты. У 77-м помирая его матья, которая долгий час жила разом с сыном, а про 6 годов – женка. Владимир Семенович вельми переживая гэта гора, его здоровье так само подорванное. Ты мне меньше, и он протягивает вандровки по Беларуси. У одной из них хворобы обвастраются. Есть у его вершу прозе, он называет слово «Мицкевичу». Адам Мицкевич помер 26 листопада. Владимир Короткевич народился 26 листопада. И он решил, что он пришел на измену этому поэту. 25 липеня 1984 года Владимир Короткевич сыходит с життя. Пахаваны на усходних могилках Минска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С першим кроком, як молодь забьется, Калеб наводь слепы, те глухи, я пришел до тебе. Что сляпы, на бот мертвому вспомню высокие озоры, Над ракой он, шервоный тьмянный полет с кожаном, Белый ветрос на гордых, на синих, як мора озерок, И бары, океаны, и небо разделивый, или но? Где мой край, там, где люди не коле, не будут рабами? Что за полюку носит ярмал в безнадейной дурме? Где осилки-клопцы молодыми взрастают зубами, А в ушины, як скалы, удары шизломится меч? Где мой край, там, где мудрые пробки ухвоят баснули? Где зонжины, як радостный сон в стаках назары, А келчат, як дождь золотых, осилые мотоли, Як снилё с паутинним, и доброе солнце у горы. Там звенять неумеручие песни на полные груди, Там спродвигу худшить, моя мова, булавный клинок. Да я гордая мова, и я кулю, и к двине забудем, Колесо солнца землёю в опушке заглыбится с мрог. Ты наш край, Ты червоный груша над дедовским домом, Листопадовских, из ничек густых, Поспорычная рать. Ты наш сняк, что никому, никому, На свете никому Не дамо обсмеять, опоганить, Забыть, тебя, чём, своевать. Мы клянёмся табе, Борозной своей пешень на поле, И опошней пролёй на якую Пойдём и журбе. Мы клянёмся табе, Что николи, 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 Так николи не кинем, Не кинем, не кинем тебе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Подъединяются ноги мои, Что казать про майской ранней, Кали у росых саловка бье, Что скажу я табе, каханы, Подъединяются ноги мои, Что скажу со своей горотой, Хаты побоч, окроч, не окроч, Будет тоешь, Саловка журбота, Цигареты агенчик ляплота, И молчанье в тёплую ночь, Будет тоешь, Ночные луки, Бесцветанье, Саловка бье, А кахай же, Возьми на руки, Подъединяются ноги мои, Кахай же в тёплой, И молчанье в тёплую тёплую, Кихина по общей ортой, Откорд-тёплой, Субтитры создавал DimaTorzok 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 На Белоруси, на Белоруси, на Белоруси Бог живет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На Белоруси Бог живет! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодолжение следует...